Привет! Настало время иронизировать, рофлить и осуждать. Сначала я хотела выпустить длинный видос с кринжовыми поздравлениями на 8 марта, но потом я подумала, что вы наверняка и без меня их уже услышали. Быть украшением коллектива, радовать чей-то там глаз, деток побольше, мужа хорошего, источать женственность и прочие-прочие издевательства над историей и истинным смыслом праздника. Поэтому, дорогие дамы, я просто поздравлю вас с прошедшим 8 марта, пожелаю вам быть сильными, стремиться к своим целям и высылать обратный билет нахуй всем, кто пытается вас убедить, что у вас ничего не выйдет. Меня вы можете поздравить подпиской на этот канал, а также подпиской на мой Бусти, где, кстати, недавно вышел первый эксклюзивный и, к слову, очень смешной видос. Скрин прикреплю где-нибудь тут. Видосы на Бусти будут выходить так же раз в неделю, как и на Ютубе, только, скорее всего, по средам. На Ютубе в субботу. Ну, а это видео я хочу посвятить теме, которая 100% многим близка, но не так уж часто освещается во всякого рода инфополях. Речь идет об отношениях вне брака, точнее, о реакции окружающих на это вопиющее бесстыдство. Вы спросите, какая может быть реакция у людей, которых, ну, никак не касаются ваши отношения? Может быть, безразличие, равнодушие или слова из разряда «это не мое дело, люди сами разберутся». Ну, конечно же, нет. Разве мимо крокодила, может быть, не насрать на то, что их никак не касается? Ну и вот самые кринжовые и интересные нравоучения я собрала в этом видео. Как вы уже поняли, с вами рубрика «Ебстории подшипниц», где я читаю ебстории моих подшипниц. Читаю и кринжую вместе с вами. Когда мы были не женаты, а просто встречались с моим нынешним мужем, мой отец писал мне такие обиженные письма. Ну, конечно, в постели с любовником кувыркаться интереснее, чем отцу позвонить. После росписи он стал говорить «передай мужу привет» и спрашивает, как у него дела и здоровье. Типа зауважал. На самом деле это очень распространенная тема, что отношения без штампика просто не воспринимаются родственниками всерьез. Будто бы не нужно уважать выбор дочери, в данном случае дочери, если она не расписана с парнем. И мне очень хочется напомнить таким родственничкам, что после брака, собственно, ничего кардинально не меняется. Парень вашей дочери, который теперь муж, он не стал другим человеком. И брак – это не какой-то баф, который накидывает людям силу, ловкость, интеллект и делает отношения крепче. Брак – это просто штука, которая облегчает решение некоторых юридических вопросов. Все! И очень странно, что отношение родственников к вашему избраннику может так резко поменяться от любовника, с которым вы кувыркаетесь, до «Привет, как дела у мужа?» Мне в этом плане очень повезло. Мои родственники вообще не лезут в мою личную жизнь и могут только иногда поинтересоваться, как дела у моего чпушила. Мне кажется, что даже если мы распишемся, они забудут об этом через минуту. И меня это полностью устраивает. У меня все по классике. Мне 32 в отношениях 2 года. Мама постоянно капает на мозги, что надо родить, потому что часики тикают, в старости стакан воды будет некому принести, дети – счастье и так далее. Быть одной отстойно, а дети – это помощь. Также вам пора пожениться. Почему он тебе не делает предложение? Каждый раз на подобные вопросы я предлагаю маме самой спросить это у моего МЧ. Она отвечает «Не хочу лезть в вашу личную жизнь». Маме надо было сказать «Я хочу лезть в вашу личную жизнь, но так, чтобы я могла немножко подпездывать тебе на ухо и чтобы мне за это ничего не было». Так было бы честнее. Вы знаете, меня всегда забавляло, что многие думают, будто женщины, находясь в отношениях, сидят такие и ждут, когда же им сделают предложение. Не, ну может в каких-то патриархальных парах так и происходит, я не знаю. Но сейчас я вам открою не ебаться какую тайну. В отношениях, где люди могут спокойно обговаривать жизненно важные вопросы и в целом общаться словами через рот, этот вопрос чаще всего обсуждается. Очень вероятно, что в паре, до которой вы пытаетесь доебаться, этот вопрос уже поднимался и люди просто пришли к выводу, что сейчас им это не нужно по любым причинам. А еще я сейчас скажу просто мега смелую мысль. Пожалуйста, присядьте. Но если вы женщина и вам настолько важен брак, настолько он вам нужен, вы можете предложить его сами. Не, я правда не понимаю, в чем прикол просто сидеть и ждать, если вам это реально надо. Ну типа, обсудите это. Мы, например, пришли к выводу, что, скорее всего, распишемся в случае, если будем мигрировать. Просто потому, что, как бы, людям, находящимся в браке, это сделать легче. Опять же, чисто с бюрократической точки зрения. Обижать в ЗАГС просто потому, что потому... Не, ну типа, можно, но зачем? А главное, нахуя? Как говорится, подержите мое пиво. Ну, во-первых, нужно залететь, чтобы замуж взял. Во-вторых, все удивлялись, когда спрашивали, ну неужели мне не хочется замуж? Все подруги-то уже вышли, а я, наверное, сижу и завидую. А когда я говорила, что мне все равно, то не верили. Типа, я специально так вру. Ну, это классика. Женщина априори не может не хотеть выйти замуж. А если говорит, что не хочет, значит, не берут. Интересно, каков будет масштаб разрыва жоп, если эти люди узнают, что есть женщины, которым делают предложение, но они отказываются. Знаете, мне кажется, секрет здесь кроется в том, что для многих людей брак – это нечто сакральное, это какое-то таинство, это какой-то обряд, который делит вашу жизнь на до и после. А еще это некая гарантия, гарантия нерушимости ваших отношений, якобы. Люди вообще очень любят цепляться за мнимые гарантии. Ну, подумайте, если даже такое бессмысленное, абсолютно бессмысленное действие, как постучать три раза по дереву, успокаивать людей, то что говорить о целой бумажке, о документе, в котором черным по белому написано, что вот этот мужик теперь твой и никуда от тебя не денется. Но мы же с вами понимаем, что никакая бумажка не спасет ваши отношения, если им пизда. И никакое отсутствие этой бумажки не испортит ваши отношения, если они заебись. Поделюсь своим опытом. Мы с парнем недавно отметили 5 лет. 90% моего окружения меня просто заебали. Из трэша слышу. Если в первый год не женился, то теперь не женится никогда. Второй пункт тут имеется в виду, наверное, что если вы сейчас не поженитесь, то потом вообще ничего не захотите. Просто надо и так далее. Причем толерантные ответы о том, что это наша жизнь и мы сами решим, когда нам и что надо, не удовлетворяют. А вот на просьбу не лезть ни в свои трусы выходит дикий, видимо, срач. Этот загадочный год мне написал, наверное, человек 10. Знаете, я просто так и вижу эту ситуацию, как проходит ровно 365 дней, и на 366-й женщина такая собирает манатки и уходит в закат. И похер там, что отношения были нормальные, что вы там существовали душа в душу. Все, не сделал предложение, надо текать, роняя кал. А допустить вариант, что людям просто это не нужно, или что даже если человек не собирается жениться, это не проблема, или что женщине и так нормально, или что, ну, блядь, вы сами все знаете. Миллион вариантов, которые люди с черно-белым мышлением просто не берут в голову. И опять же, допустим, допустим, вам важно, чтобы человек сделал вам предложение в первый год. И вот уже подходит 365-й день, вы сидите, предложений все нет. Ну, предложите сами, ну, поговорите вы об этом. В чем проблема подключить речевой аппарат? Может быть, человек даже не догадывается о том, что вам это важно. Вот ему похер на брак, и он думает, что вам тоже похер. Или, например, человек хочет сделать вам предложение, но он боится, что вы не согласитесь, и там переживает, или еще бог весь что. Еще вот это, сейчас не женитесь, потом вообще не захотите. Ну и? Ну и? Ну не захотят, и че? Как говаривали классики, вас ебет? Мы решили, что мы муж и жена, без брака. Когда называем или представляем друг друга, всегда обидки. Мол, почему на свадьбу не позвали? А когда узнают, что ее и не было, сразу ошибка вылезает. Ведь как же так? Недавно была у родственников, собрала бинго. Первое. Если не связывает брак, то муж сразу будет смотреть и ходить налево. Как будто печать бумажки от этого удерживает. Второе. Разумеется, я останусь на улице с детьми, без денег, без жилья и так далее. Третье. Так как религиозны, то, разумеется, живем по грехе. И еще муж меня должен воспитывать, я должна ему подчиняться, уступать в спорах. Классика. Насчет смотреть налево, ну вот реально ведь люди в браке не изменяют никогда. Ни при каких обстоятельствах. И вообще в браке как-то и трава зеленее, и солнце ярче, и отношения становятся крепкие. Вот прям вот сразу, как вы только поставили подписи. Никакой семейной терапии не надо. Все само встает на свои места. Нет. Нет. Это так не работает. Вы не удержите человека, который хочет вам изменить. Вы не удержите человека, который хочет от вас уйти. Ни браком, ни детьми, ни даже заговором на понос. Единственное, как может помочь брак в этом случае, просто создать больше препятствий для вашего расставания. То есть вы не просто скажете друг другу пока и разойдете своими дорогами. Вам придется делить имущество, бегать по инстанциям, собирать кучу бумажек. И вот нежелание во все это ввязываться действительно может помочь вам продлить отношения. Вот только вопрос, нахуя вам отношения, где от развода вас останавливает бюрократическая машина, а не ваше искреннее желание быть друг с другом вместе. Семь лет не были в браке, потом поженились ради удобства со всякой бумажной волокитой. Как только на работе узнали об этом, посыпался шквал вопросов, когда я рожаю. Аудитория 50 плюс решила, что мы поженились исключительно потому, что я беременна. Классическая классика. Причем, что самое забавное, сначала эти люди говорят о том, что брак это святая святость, это гарант любви, это показатель серьезности намерений. А потом, если ты все-таки вступаешь в этот самый брак, они же думают, что это только потому, что ты залетела. Типа чё? С мужем жили без официального оформления лет 9. Еще в самом начале отношений его старшая сестрица меня поучала, что, мол, вот зачем ремонт в его хате начинаешь, пока не расписали. Сначала в ЗАГС, а потом уж и быть совместной. А пока там цветочки да конфетки и все такое. Лет через пять после этих мудрых советов эта сестрица развелась со своим мужем, который ей изменял. Мой внутренний злорадный демон до сих пор хочет ее спросить, помогло ли ей в семейной жизни бытовуху начинать только после росписи. Вот мне тоже всегда было интересно, чем же зарегистрированные отношения, в которых участники ходят налево, ненавидят друг друга, там, пиздятся, ругаются, разводятся через два года, чем же они лучше моих незарегистрированных, которых всего этого нет. Может, все-таки дело не в штампе? Короче, что я имею вам сказать? Я уже вижу, как те самые зрители, которые смотрят и слушают жопой, строчат мне комментарии о том, что я разрушаю институт семьи, и вообще, что сам Байден заплатил мне за этот видос, чтобы подорвать наши русские скрепы и традиционные ценности, и вообще, что я отговариваю всех вступать в брак и пропагандирую тотальное блядство. Так вот, обращение к вам, мои самые дорогие и любимые зрители. Я всего лишь имею в виду, что каждая пара должна сама решать, нужен ей брак или нет. Это касается вот только вот этих вот двоих людей, которые находятся в отношениях. Если они женятся, это их дело. Если они не женятся, это тоже их дело. Я не говорю о том, что в браке всегда хуёво, а вне брака всегда заебись. Моё мышление, в отличие от вашего, не чёрно-белое, и мой мир тоже не чёрно-белый. Например, мои друзья, которые поженились в 2018-м, у них такая стандартная обыкновенная семья, ребёнок. Они счастливы, они любят друг друга, они живут в классном браке, уже получается сколько? Шесть лет, и у них всё прекрасно. А вот мои соседи снизу, которые бухают как черти и каждый день орут друг на друга с обещаниями угандошить, знаете ли, вряд ли счастливы в браке. При этом свои отношения я могу действительно назвать охуенными, потому что я состою в отношениях с человеком, который полностью меня принимает, с которым я могу быть собой во всех своих проявлениях. И нам пока что не нужна эта бумажка, и в этом нет никакой проблемы. И в отношениях мы уже почти семь с половиной лет, за которые другие мои знакомые успели по нескольку раз развестись и потратить кучу денег на свадьбы. Вы можете жениться, если хотите этого. Вы можете устраивать те самые свадьбы с караваями и конкурсами, типа перекати яйцо. Если вам это в кайф, делайте это. Это вообще не должно никого ебать. Но если рядом с вами есть люди, которые всего этого не хотят, это не значит, что они живут неправильно или что они нуждаются в ваших советах. Когда я говорю, что не вступать в брак – это нормально, я не имею в виду, что все, вступившие в брак, неправы. Не нужно думать, что все поголовно осуждают чужой выбор, если его осуждаете вы. Не нужно судить по себе. Просить, чтобы от тебя отъебались, не значит доебываться до других. Конфуции 1200 рублей до нашей эры. Ну что ж, на этом все, господа и ребята. Надеюсь, вам понравилось. Не забывайте ставить лайки, пишите свои истории в комментариях, а также можете подписаться на мой инстаграм, чтобы предложить их мне в директ для следующего ролика. Я делаю объявление, тему в сториз, потом читаю ваши ответы и отбираю самые топовые, блядь, да, самые топовые для видео. Также жду вас в телеге, где выходит много же подробительного кринжа каждый день. Все ссылки я оставляю, как всегда, в описании. Вроде обо всем напомнила, все сказала. Увидимся с вами также в субботу в 13.00, а с подписчиками на Бусти еще и в среду в эксклюзивном видосе. Ну и, конечно, не забывайте, что со мной ваше седалище никогда не остынет. Кстати, зацените, зацените Рюка. Блядь. Как бы его повернуть, чтобы его было видно. В общем, тем, кто смотрит до конца, дополнительный бонус. Да, вот так вот. Вот, вот. Это моя правая рука, и теперь она тоже почти вся забита. Ну, не вся, но, короче, мест остается все меньше. Ну, в общем, пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова